Всем доброго дня! Сегодня 26 сентября. Мне все хочется августа сказать. Лета почти не было. До сих пор кажется, лето идет. Редкие дни отдыха. Наша поездка в лес. И пока погода позволяет. Была неделя сухая. Последние деньки, когда нет дождей. Следующая неделя дождей. Мы здесь делали маршруты для лошадиных прогулок. Дорожку такую сделали. Все тут корчевали, засыпали. Насыпали тракторные колеи вдоль и поперед. Это все заросшее поле. Все заросшие колхозные поля. Причем уже лет 20. Если не 25. Первые поля, которые заросли. Здесь сажали лен. Да, по-моему, одна из кульков. Возможно. Где-то лен, где-то пшеница, где-то орбез. Так вот снег. Как снег пригибает березки. Даже не снег, а ледяные. На, леди. На, леди. Мы едем под такими арками. Золотая осень. Золотая осень. Вот. Здесь развивки. Ответление. Идет. Это дорога? Ну, это вот то, что мы тогда прочистили здесь. Вот это. От этого пустания. Опа. Проехали. На лошади, кстати, не проедешь. В березке как будто посажены аллеями. Это они в колеях. В колеях семена застревали и росли. И как будто это... Там более сырого. Да, более сырое. Как будто это посадили березки. А это просто они в колее выросли. В колеях. А дальше, наверное, не проедем. А дальше прогуляемся пешочком. Погуляем. Машину оставляем. Дальше проехать уже нельзя. Так. Идем тут вот по тропиночке. Идем на место нашего пикника. На место пикника, да? Да. Ближе к воде. Такая красота кругом. Запах. Вот вроде бы в деревне, да? Как такой свежий запах. Но лесной запах особый. Вот это поле. А это лес. Да. Вот это поле. Справа от нас поле заросшее. А слева лес. Вот это была дорога. Лес. Такая сосна трехствольная. Березка. Я тут такая толстая березка. Вот задел трактор. Так. Вот еще сосна такая. Могучая. Один человек не обхватит. Там тоже многоствольные сосны. Здесь, кстати, некоторые сосны до сих пор видно снизу, как жгли. Пастухи чай грели. Вот тоже березку задевал трактор. Можжевельник. Можжевельником окутываем молодые яблоньки, молодые деревца от мышей, зайцев. К нашим прудикам выходим. Вот у меня зера, а это пруды. Запрудили, да? Потому что их запрудили, поэтому пруд. Запруженные руки. Да. Олег готовится к съемкам. Дай-ка я засниму твою технику. Можно? Да, воткни мне. А? Воткни мне пауэрбанк. Зарядка классическая. Он воткнут. А, этот вот. Впереди? Впереди? Впереди воткнут? Разъем, да. Да, сейчас. Олег, прием, прием. Красивый ивняк, мелкий такой ивняк, красивый. Красные веточки, желтые листочки. Здесь ивняк красиво желтеет, не как в Подмосковье. Подмосковье чернеет и все. Идем. Это здесь иванчай, лобозник. Уже высохли, отсвели. Внизу сны ковром. Лес красивый, желтый. Вот такая запруда. Такой пруд. Строители бобры сделали. Красота. Вот здесь выход бобра. Такая семейка здесь живет. Так замечательно. Тут, наверное, столоваются. Или берут веточки на стройку, на строительство. Иву они едят, как я знаю, но больше любят осину. Вот такой выход. Охота на бобра разрешена, поэтому с Олегом переживаем, чтобы наш бобер, наши бобры здесь жили, процветали в этих своих запрудах. Такая кочка красивая. Кстати, вот такие кочки у нас растут на сенокосе, которые Олег косилкой роторной спиливает. Да. Интересно, летом можно будет тут купаться? Только не с этого берега. Этот берег илистый. А вот тот берег крутой. И вот с него заходить. По илистому такому будет, конечно. О, здесь ряска. Ряска. Значит, уточки тут жили. Так. Вот так вот они кору снимают, сдирают. А ведь это сухое дерево. Все убрали, утилизировали. Да. Так они защищают берега, траву здесь. Ухоженная, красивая, вода прозрачная. Живое озеро такое, да. Так, сейчас покажу, что они тут строят. Вот так вот. Ну, невозможно. Ну, надо же. Вот так весь берег лапками, лапками, хвостом. Веточки утрамбовали. Да. Потрясающе, потрясающе. Причем не пахнет тиной, болотом. Свежий запах идет труда. То есть они тут его поддерживают. И как вот так вот делают, что не переливается, да. Наверное, мне кажется, здесь они будут еще укреплять, да, Олег? Вот та первая запруда, она мощнее и сильнее. А это вот только землей. Тут еще будут ветки наваливать. Как ты думаешь? Да, да. Ведь плотина, она же такая с ветками. Но они со стороны воды укрепляют, потому не видно тут. А, ты имеешь в виду, что под водой там все укрепления, да? Да, они там под водой мастят. Да, 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 да. Вот это строители, вот это трудяги, а. Вот здесь как сочитка, как родничок. И вот такие каналы, вот такие ходы они роют. То есть прочищают, чтобы ручей их пополнялся водой. То есть этого не было сделано, это сделали и они, бобры. Они по этим каналам передвигаются, когда они чувствуют себя в безопасности. В безопасности, да. На суше они неповоротливы. Из такого ручейка бобры сделали себе озерца, прудики. Этот ручей не пересыхает. Это самое главное для бобров. Родниковая. Водичка прозрачная в ручье. А что любит такую холодную прозрачную воду? Форель? Карп не любит. Старый сухой ивняк, он весь идет на строительство. А вот молодые веточки ивняка, которые вот на корнях растут, идут в питание, кормление. Потом ивняк будет расти и новые строительные ветки. Смотри. Колушек. С двух сторон. Доставай. Вот, с двух сторон. Вот куда-то в строительство. Ну видишь, не пригодился, выбросили. Так, выбросили колушек. Не понадобился. Вот такой вот. Посмотрите, ну чудо. Чудо. Такой кусочек. Вот можно брать его и что-нибудь там заткнуть. Куда-то использовать. Вот. Представляешь, если вот я сейчас стою за плотиной, если она прорвет. Прорвет плотину, тебя снесет. Меня смоет. Тебя смоет. Ход внутри. Они этот ход расширяют и уменьшают. Этим ходом они регулируют спад воды. Вообще потрясающе. Здесь вот немножко вот так как бы прорвалась. Вот сочится. Это наступила собака. Собаки потревожили жука-плавонца. Да, да, да. Представляешь? Все. Эта вот собака наступила. Им тут вот помяла, испортила. Ночью заделают. Молодцы. Вот смотри, побегали по краю плотины. Вредители собачки наши. Гром, ну-ка пошел. Ах ты такой вредитель. Чудо. Озеро. Такое родниковое озеро. Потрясающе. Потрясающе. Вот я им тут палочку положу. Может они ее используют куда-нибудь. Я надеюсь, мои разговоры их не потревожат. Говорят, что они не обращают внимания, да? Они днем спят. И всякие тревожные звуки, они на них не реагируют. Вот. Так, вот на эту палочку не надо наступать, да? Видишь, она лежит как вот тут. Перешагивает. Смотри, свежая земля. Натаскали, да? Натаскали. Натаскали, да. Вот одну сторону. Глины натаскали, да? Собаки в тот раз мы были, они тут попрыгали. Все. Вот тут сложили палочки. Строительный материал сложили. Да? Нет, нет, нет. А, думаешь, хотят строить? Ну, они же там вот с воды и подземный ход вырод. А от церкви они накладывают. А, смотри, возможно, возможно, да, 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 да. Туда они. Ну, пусть. Это новую хатку, наверное, так я обойду, не буду тревожить. Не ходи по крыше. Отдушина, да. Так и хочется вот тут стоять и смотреть на воду, да? Люблю смотреть на огонь и воду. На воду? И как кто-то работает. И как кто-то работает. Жалко, что бобры не работают. Сидели бы тут часами, смотрели. А вам видишь пузырьки? Да, пузырьков много, и я не знаю. Может, это воздух. Может, это земля выделяет воздух. Ну, он выпускает воздух, когда плывет. Да. Ну, мне кажется, здесь не глубоко мы б его видели, если б он там плавал. Видишь, достаточно прозрачная вода. Мне кажется, это земля. Все-таки тут же не было воды. Это сейчас земля запружена. Поэтому она выпускает воздух. Вот идем по высокому берегу. Гуляем. Наши ахламоны. Кстати, интересно найти первую родницу. Да. Откуда ручей начинается? Давай поищем. Так, что такое трое? Далеко? Да, от собаки вырыли. Да, от собаки. Это слишком высокое для бобра. Ручья. Ой, слушай, а вот тут видно ход. Ручья. Русло ручья вот тут видно. Ну, вот они по этому руслу перемещаются. Да, да, да. Ручей-то глубоко. Ой, вот ночную камеру, да, вот. Да, нам это, конечно, не по карману. А интересно, вот здесь вот, сейчас смотри, шиповничек. А здесь раньше была это, лисья нора. Ну, нет леса. Смотрел, нету? Ушла леса. Смотри, тут берег был такой песчаный. Ну, как, обрывчик. Смотри, заросло. Да, заросло. Была нора. Так, спустились пониже. Прям вот русло прочищено. Видишь, они прочищают русло. Чистое русло. То есть, получается, этот ручей не затянется, не зарастет. Они за ним ухаживают. Да? Конечно. Это их основная тропа. Да. Какие животные замечательные. Жалко, если их истребят здесь. Очень жалко, если их истребят. Потому что на бобров разрешена охота, да? Они выходят почти. А? Корешки есть. Да, корешочки всякие там. У них тут, видишь, тоже вот канальчики. Да, 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 да. Вот тут плавают канальчики. Проходят. А, кстати, вот тут сочится. А, вон там ручей. Слушай, видишь, что им нужно, чтобы и тут были проходы. Обходы. Обходы, проходы, да. Красиво. Уровень воды регулировать. Да. Ну, профессиональные. Профи, профи. Вот. Такая же плотина, как там. Но здесь она как-то обустроена получше. Наверное, здесь они, в начале, первая их плотина. Вот здесь вот видно, кто-то, кто-то спускался. Вот они вот... Отсюда трава применят. Это только бобер так траву приминает. Смотри, как далеко. А что к березке ходит? Да, да, к березке. К березке. Ну, это они вообще чувствуют себя здесь в безопасности. Пока. Ой, слава Богу. У них враг, это человек. Это человек. Первый враг бобра. Вот такая чистенькая водичка. Видать, давно они не бывали. Вот тут выход. Наверное, они ушли в ту большую запруду. В большой пруд. Да? Здесь больше нет. Здесь как-то вот нету их. Здесь и мутро вот такое незамутненное. Видишь? Да, кстати. А там мутное русло. Здесь вода прозрачная. Эти бегают. Вода... Вода... Водомерки. Водомерки. Водомерки бегают. Такой сделали берег. Всё. Русло обозначили. Потрясающе. 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 В бруслу они плыли к осинам. Вот там у них столовая. Веточки осины себе сплавляют. Веточки осины себе сплавляют. Вот по этому бруслу. То есть вторая запруда, плотина. Это для их плавания. Для их плавания. Вот тут они плавают. В косине. Вон там осинка. Здесь овраг. Здесь они не заболотят почву. Окружающие. Нет. Здесь не заболотят. Потому что действительно овраг. То есть они выбрали вот супер место. Супер. И для людей. И для себя. Кстати, ты помнишь? Всё камышом было. Они всё вырвали. Весь камыш. Получается, не зарастёт. Этот ручей. Вот как они тут. Надо им заказать дрова. Дрова. Афиновые. А чем будешь расплачиваться? Мы им принесём репку. Морковку или яблочки им надо приносить. Да, вот ещё. Кстати, смотри, две афины спилены. А лежит одна. Одну разобрали. Одну раздербанили. Лавили уже. Вон там. Смотри, целый куст. А лежит-то, смотри, как мало веток. Получается, они всё использовали в строительство. Всё. И вот русло какое глубокое. Это могучая сина. Грызьте, грызьте. Вот это ручеёк. Вот русло уже меньше становится. Но всё равно, смотри, почищено. На протяжении всего ручья вот такие запруды. Для чего? Чтобы не какой-то был неглубокий такой ручей. Они делают шлюзы, чтобы им плавать. Потому что уютно они себя чувствуют только в воде. Чтобы бобёр мог плыть. В безопасности, а не в уюте. А, да, в безопасности. Только в воде чувствуют. Вон здесь притащили палку. С двух сторон обгрызенная. Вот такая красавица сосна. Вон за сосной ещё запруды. Представляешь? Они весь ручей запрудили. Видишь? Вот. Так, дальше. Верховье ручья. Представляете, вот запруда очередная. Чтобы им её перелезть. Кстати, может даже и по берегу. Раз, перелезли и опять в воде. Опять глубоко. Наделали шлюзы. Всё они регулируют. Вот это ход. Ход ихний ход. По ручью. Вода прозрачная, прозрачная. Чистая. Не журчит, а медленно течёт. Кстати, быстро течёт после той основной плотины. А так, видишь, везде медленно течёт. Выпускай рыбку в любую запруду. А мы идём и ищем начало рыбника. Начало ручья. Да, ход есть. Ход есть. А воды нету. Вода стекает с полей. Это с полей, да. Это вот здесь уже талые воды. Потому что ход есть. А здесь неистекаемая вода. Вот оттуда. Да, да, да. Вот там, где её надо взять лопату. А чё ты не бежал? Вот. Вот он. Вот, 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 да. Вот если поговорять здесь, наверняка будут песчинки уже выбивать. Ну, короче, это надо будет всё потистили. Вот начало родника. Да, да. Это будет серый родник. Их 12. Это начало этого ручья точно. Ну, вот там вот уже видно, что течёт, а здесь вот не видно. Да, да, да. Значит, вот, вот родник. Он туда течёт, да. Там один родник, здесь второй уже родник. Видишь, здесь побольше воды будет. Первый, да, слабенький. Потом второй идёт. Уже два родника, ещё больше течений. Вот уже два раскопали, нашли. А вот смотри, какая пальма. Ты видела такой можжевельник? Вот, видишь? Так, ух, огромный можжевельник для этих местокаретков. Вот щепки. Вот такие щепки. Этими щепками они и хапки твои высылают. Это щепа, стройматериал. Ну, ты видела, что всюду по жизни, но нет щепы. Они всё её убирают. Да, кстати, вот тут одно место, где щепа, а в других не хапки от щепки. Вот здесь свежее выгрузено, видишь? Ага. Ещё не пожелтело. Да, это свежее. Ну, пойдём. Дома дела, животные. Всё, пойдём. Сейчас уже стемнеет. Сейчас уже стемнеет. Надо обедать. Набираем домой родниковой воды. Прогулка наша закончилась. Всем всего доброго. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Корректор Дима Торзкар Сfelин. Продолжение следует...